Необходимые условия для успешного ведения бизнеса в регионе создаются. Очередь за капиталом. Алексей Дюмин в Москве презентует инвестпотенциал Тульской области. За одним столом порядка 20 руководителей крупных иностранных компаний и ждут и на Тульской земле. Консультативный совет по иностранным инвестициям – удобная площадка, чтобы заявить о себе, рассказать о возможностях региона. Совет существует уже больше 20 лет, в том числе сообщает в правительство России актуальные проблемы крупного бизнеса. Алексей Дюмин рассказывает, стратегия развития области нацелена на создание комфортного делового климата. Решать поставленные задачи у регионального правительства получается. По итогам прошлого года в национальном инвест-рейтинге среди всех российских регионов Тульская область поднялась с десятой позиции на четвертую. По отзывам иностранных компаний, наш регион входит в 15 наиболее комфортных субъектов федерации для ведения бизнеса. Инвестор в Туле получает весь набор административной и финансовой поддержки. Как регионального уровня, так и федерального уровня. И самое главное, мы это делаем в режиме одного окна. Из года в год мы наращиваем объем и перечень инструментов налогового стимулирования инвесторов. Только по прибыли и имуществу в прошлом году Тульская компания получила около 1 миллиарда преференций. В прошлом году в регионе создана особая экономическая зона в узловой, рассказывают иностранным инвесторам. Тогда же на Сочинском инвестфоруме подписано первое соглашение. На площадку уже зашли 4 резидента. Они приступили к реализации проектов по созданию новых производств. Все, кто захочет зайти на территорию особой экономической зоны, ждут не только уникальные налоговые льготы. Регион увеличивает расходы на создание необходимой инфраструктуры. Иначе говоря, инвестор приходит не в голое поле. К промышленной площадке подводят газ и электричество. В этом году в особоэкономической зоне построят дополнительно 14 километров железнодорожных путей. Идет реконструкция автомобильных дорог. В Тульской области выгодно вести бизнес. Делятся опытом с коллегами представителей крупных иностранных компаний. Те, кто уже работает в нашем регионе не один десяток лет. Сегодня они тоже на консультативном совете в Москве. Мы сегодня как раз на мероприятии говорили о том, насколько для нашего бизнеса это партнерство с Тульской областью успешно для нас. Сейчас мы реализуем два проекта по расширению наших мощностей, о которых мы заявили в прошлом году. И, собственно, подписали соглашение с Тульской областью об инвестициях. Реализация идет по плану, успешно. Поэтому мы очень положительно смотрим на будущее. То, что действительно здорово в Тульском регионе, это открытый диалог. Открытый прозрачность для компании, для любой компании, не только для иностранного инвестора, это ключевой момент. Специалисты отмечают, иностранный капитал стремится в Россию. В прошлом году крупные компании вложили в предприятия на территории страны сотни миллиардов долларов. Созданы тысячи новых рабочих мест. Но иностранные инвесторы в первую очередь ждут прозрачные правила игры, развитую инфраструктуру. В Тульской области все эти условия создаются. Тот факт, что присутствуют крупнейшие международные компании в регионе, уже говорит о том, что регион готов и умеет работать с инвесторами. С моей точки зрения нет ничего совершенного в мире, поэтому, конечно, определенные вещи необходимо дальше доводить до ума, связанные с вопросом, связанные с дальнейшим развитием инфраструктуры. Очень важно то, что Тульский регион не так далеко находится от Москвы. Это, мне кажется, большой плюс для региона. Алексей Дюмин продолжает. Область богата талантливыми людьми. Региональное правительство готовит кадры. Так в регионе создается непрерывная система образования. Уже работает детский технопарк. Вместе с корпорацией Растех идет работа над созданием высшей технологической школы, где будут повышать квалификацию инженеры. По ссылке президента и представителя правительства на последнем экономическом форуме в Сочи было сказано, что изыскивайте собственные резервы. Хватит сидеть на плечах федеральных властей. И мы прекрасно понимаем, что сегодня экономика такова, что главы регионов должны изыскивать свои резервы и переформатироваться, искать новые способы, новые формы. О возможностях региона потенциальным инвесторам расскажут и на экономическом форуме. Он пройдет в Санкт-Петербурге этим летом. Опыт прошлого года показал, область востребована у крупного бизнеса. Результатом питерского форума 2016 стали десятки подписанных инвестсоглашений. Евгения Пряшникова, Надежда Мелехина, Роман Цюкин. Первый Тульский. Москва.